Можно было бы приурочить столетию Эстонской Республики, потому что его детство прошло в первой буржуазной, так называемой, Эстонской Республике. Главная фраза во всех его воспоминаниях – очень хотелось кушать. То есть голод, голод и безработица. Ладно, значит, я начинаю. Приглашаем, послушайте. Я родился 27 августа, почти так же, как и я, 23 года в Эстонии. Родина моей считается Принорови. Принорови у нас называются деревни, которые сположены по реке Нарова. Так вот, я родился в одной из таких деревень – Кароль. Крестными моим стал Иван Ландов. Сейчас он пакуется на кладбище в соседней деревне Ямы. Себя наша была большая. Сколько свое детство помню, мы все время жили очень бедно. Кое-как мы могли ходить только в свою четырехклассную школу. Уже в Ямскую школу, которая располагалась от нас в двух километрах, я ходить не мог. Некоторые мои сверстники, правда, там учились дальше, уже после того, как оканчивали четыре класса. Но для того, чтобы зимой отправляться, отправить нас в школу, нас было нечем обвинить. Ведь нам даже не на что было поехать в Выхвей, в уездный центр. Честно говоря, вот я не знаю. Вы готовы? Десять страниц. Я читаю первые, последние. Давайте я фрагментарю. Я пытался сократить ее так, в два раза сокращу, но это уже не было. Давайте так, самое начало. С моим отцом Федором Ивановичем Мелишевым вышла такая история. Это просто человеческая история. Можно посмотреть, как они развивались. Он в 40 лет только женился. Первый раз. Когда он создал семью. Сначала у него родился первый ребенок, а потом каждый год появлялась по ребенку. В итоге народилось пятеро детей. А до этого он участвовал в Первой мировой войне. И оказался, как во Франции, в плену. С ним находился ямский сосед Лупанов. В итоге, будучи в плену у немцев во Франции, их там не кормили. Они по помойкам собирали прокорм себе. В итоге он отравился, так же, как и его друзья. И на всю жизнь остался больным человеком. Видимо, там что-то, какую-то инфекцию, очень серьезную. Честно говоря, я вот... С вашей разрешенной... Я чувствую, блин, по... Давайте я пропущу, потому что не получится. Многовато, слишком перегруза будет. Давайте я перескочу на последнюю тему. Давай на нашу. Не, ну это человек 97 лет оставил бы вспоминания. Вы можете, конечно, зайти на сайт и почитать. Но я могу, давайте так, я коротко свои впечатления. Ну, хорошо. Это самое простое. Своими словами, насколько я помню, потому что я в последний раз это читал две недели назад, но тем не менее. То есть первое впечатление, что постоянный голод, постоянный хотелось есть. И когда произошла немецкая оккупация, ему было 17 лет. До этого он уже поработал в городе, уже вернулся. В Нарве он поработал. Эстонцы ему взяли на Кренгольм только потому, что он до этого потрачил на эстонском хуторе и худо-ли-бедно овладел эстонским языком. И мастер, который брал на Кренгольм, сказал, я тебя не возьму, потому что ты русский. Он говорит, а я знаю эстонский. И вот тогда я его взял. И когда он вернулся в оккупацию, к родителям, потому что в Нарве уже даже разбомбили как бы хлебозавод, скажем так, по-другому назвал его, да, то он здесь не зарегистрировался. Обязательно надо было зарегистрироваться. И кто-то ему сказал, что здесь действует партизан. 17 лет. Это же, знаете, что такое... Это ноги, конечно, немножко повзрослее были, чем наши нынешние 17-летние, да, инфантильные молодые люди. Но тем не менее, они куда-то пошли, их перехватили полицая. Ну, немцы, короче, ну, или там амакайцы, я не знаю, кто-то. Короче, их арестовали, отправили сначала в одну тюрьму, избивали. Они все перебитые, до полусмерти были. Потом посадили их в вагоны 17-летних парней, ну, и там, и взрослых тоже, и отправили в Германию на работу. На улице уже была осень. Ему повезло, что был у него полутулуп, а так некоторые были по-летнему одеты. И уже ближе, где-то хмольше, поезд остановился, и из вагонов просто умерших и замерзших непонятной станции выгружали, как говорится. И потом уже он проработал в Бельгии на немцев, освободили их американцы, накормили досыта. Впервые в жизни он увидел конфеты. Сказали, потому что, говорит, мы в магазин не ходили, потому что магазин в ямах был для тех, у кого есть деньги, а у нас не было денег. Поэтому мы в магазины никогда не ходили. Нечего было покупать. И потом американцы спросили у него, куда вы хотите? Куда мы вас и отправим? Куда? Нам в Эстонию, в Нарву надо. Куда же? К себе домой. И тогда они на самолет, я их там какую-то группу с товарищами, довезли до границы Украины, на аэродром военный какой-то. А здесь вы уже понимаете, вас поймут, ваш язык, дадут домой вы сами. Так он и вернулся. Конечно, здоровье он подогнал, рассказал, как издевались из Эстонии оккупанты. Что-то напоминает, конечно, что в сегодняшние времена, подъезжая к вас в Даргаре, немцы вывозили из Эстонии скот и лес. Вырубали только так, сплошными эшелонами из Эстонии. Что-то напоминает сегодняшний день. Что-то какое-то дежавю. И когда их отправляли, допустим, то какой-то, когда их когда-то перевозили из очередной тюрьмы, или в Германию тоже, их везли вместе со скотом. То есть в этих вагонах были животные, но их не кормили. А везли животные, там вагоны с лесом, и бочки с соленой салакой. При этом воду не давали. То есть они сами сообразили, что это есть нельзя, иначе мы умрем от жажды. Ну, как-то выжили. Как-то вот. Так что их все они долго жили. И он, у него там еще кто-то родственник, есть еще младший жив. А вот тот человек, который известный в Эстонии шахматист, преподаватель в Нарске, кто за него отвечал, его племянник Белишев, две недели назад скончался в Нарве, ранее его. Вот так что интересная судьба. То есть зайдите опять на сайт Олега Нарова и ЕУ, там очень все это подробно, с эмоциями. А, то есть там вот эти ресурсы? Да, полный есть, да, Белишев. Но тогда перейду и буду вслух вам зачитывать слова, которые я за последний год старые, забытые. Некоторые из них я с детства слышал. Часть я получил от Елены Горловой, а часть от Николая Лупанова. Из ям он распечатку дал. Вот так. Ну, приготовьтесь. Самое сложное в этих словах это ударение. Они у меня специально выделены, потому что они для нашего современного языка, для нашего уха, они непривычны. Ну, у нас тянет другое место ударение поставить. Ну что, поехали? Лоскатуха. Сорняк с желтыми цветами. Подзор. Кружевная занавеска по краю кровати или лежака. Да, знаю. Расчин. Начало варежки на запястье. Ну, как-то типа ангельские резинки. Кусавейка. Курка. Курка. Платок. Лоток. Подштаники. Ну, это понятно. Это кольцо. Валенцы. Горы. Для местных жителей что это? Дюны. Бредняк. Не бредняк, а бредняк. Ивовый кустарник. Ну, бредняк. А почему бредняк? А я не знаю, почему-то оно так. Мои родители и мы вот бредняк. Но я не знаю, может, я ошибся так. Стужонка. Рыбный холодец. Оселка. Камень для заточки. Визок. Ручка для косы. Манерка. Запечено кивишно, написано у меня. Ведерка с крышкой и ручкой. Пододник, это понятно, это ведро под молоко. Бетон и елка для молока. Баркан, морковь, я знаю. Калика, это заимствованная у эстонцев. Следующая тоже, ну, это просто как бы, как бы, как бы, повторяется с предыдущими годами. Фрыштек, это по-немецки. Завтрак. Опять-таки, заимствованная. Робарбар. Ревень. Так, шибера. Плотка. Плотва. Сточень. Сточень зависит. Лещ. Сточень, это ветер. Может быть, кто-то знает, какой. Короче, это местное название какого-то ветра в Воскнарве. А вот ветер... Сточень. Сточень. А вот есть четкие поперечень ветер есть в Воскнарве. Это северо-восточный ветер зимой со снегом и вьюгой. Сточень на поперечень с русского ременника. Есть такая, ну, как бы, приговорка. То есть, это ветер, который, ну, с пургой с северо-восточной. Ну, дранка или лучинка, это покрытие для крыши. Ашосток. Но? Ашосток. Вход в русскую печь, куда... Ну, где, за этой дверькой. Чугун. Чугунный горшок для печи. Летник. Холодное помещение на улице. Квашня. Посуда для заквашивания хлебного теста. Шайка. Банный таз. Круглышка. Круглые половинки. Вихтина. Одно. Вихтина. Трявка для митья посуды. Ну, или там, были протереть. Вихтина. Но это было, я знал. Уточка. Перо для написания без нажима. Ну, сноха это невестка. Золовка сестра мужа. Ну, еще там, мы уточнили. Мания, Утия, Люся, Баша. Призыв для баранов. Ну, передний призыватель. Да, да, да. Вот, здесь нет ударения. Карзи или корзи. Щетка для расчесывания шерсти. Корзи. Карзи, на первом же. Скобелка. Это способление для снятия коры с деревьев. Дровни и сани для перевозки. Бричка, повозка на мягком ходу. Ну, здесь поговорка. Бабьему хвосту, нет посту. Хозяйские хлопоты во время поста. Ну, это местное называемое. Бабьему хвосту. Нет посту. Ну, когда надо ужин, посуду помыть. Как-то, ну, да, как. Шкаф. Это шкаф. Тес. Вагонка. Глухой утюг. Литой чугунный утюг, который на печке греется без углей. Падара. Сильный, напористый, холодный ветер. Или просто некомфортная ветреная погода. Или троицкая стушь даже есть, чтобы не используется в разу. Мандрашка. Это тряс от холода. Потрясушка от холода, да? Или потрясуха – это озноб. Ну, это немножко синонимы близкие. Изгорода, забор, выгон – место выпаса скота в Якурье в день. А прогон – это место выгона скота в поле. То есть, выгон – это место где, а прогон – это где выгоняешь. Это где вот вы, видите, там прогон и был. Ну, еще раз поблагодарим Александра участия в нашем мероприятии. Так, так, прогон. Или фраза про быка. Митя, митя, длинная титя. Склеп – каменный сарай для покойников. Ну, у них склеп. Склеп. Титивка. Веревка, на которую нанизывают сеть. Сежие средства для ловли угря. Чухны и стонцы. Чухона. Пона – это такой местный маргарин. Життина. Шерстяная нить. Життина. Ну, саду, видимо. Денички. Варежки. Раскрепело. Это наречие. Тающая зимняя дорога. Раскрепело. 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 Да, распутило. Распутина, может быть. Распутица. Раскрепело. Поэтому его, Рикуха вторая, была в детстве Курля Морген. Но во время этого интервью он не про Морген сказал, про Раскрепело не сказал. Шлопотень. Насыщенная водой дорога или на льду. Вода со снегом под ногами. Ну, короче, жижа такая. Баретки, туфли. Ну, баркан морков. Лахта. Мочавина. Это низкое место между грибами. Ну, на Сенокусе или лесу. Ну, а лахта, то есть, в Аснаре не было такого слова. Это чисто ямское слово. Нет, не только ямское. Это Викопедия есть. Да? Ну, в Аснаре так ее не называли. Потом, допустим, вот есть такое слово в Яма. Тайболь называется. Я вот долго, ну, понятия этого слова тоже не знал. Потому что в Викопедии на кровочах. Тайболь, это старославянское слово, обозначающее земли неудобное для проживания. Вот у нас как раз уже залепой лохты там и все эти дозаколища. Это как раз Тайболь. Вот у нас есть. Понял. Вот я тоже по поводу этих наборов этих всяких слов. В самом начале я вам говорил, что здесь беглые крестьяне аж с дона. Они же все сюда пришли со своими словами. Ну, конечно. И это все перемешалось. И, де-факто, здесь многие слова, которые люди, грубо говоря, 30 километров, не поймут, что это значит. Потому что это чисто местный язык, который специфический. Так. Нарост. Ну, это скопление рыбы во время нереста. Совершенно не друг друга. Раюша. Просека в лесу. Набрякли. Раюша. Набрякли. Ну, наполнились водой. Ну, как бы, понимаете. Ну, набрякли, да. Адонье. Основа стока. Адонье, это вот теопар поднимается из земли нет? Нет, адонье, основа стока. Адонье, это от стока. От стока, основа, основа. Адонье. От основы. На нескольких местах, чтобы исток металл делали из лутик, вот эта адонья называлась. Да, да, ну, чтобы не гнило, да? Когда сел поднимали. Ну, да, чтобы не гнило, повентилировалось. Лытки. Это, извините, ляжки. Это ляжки. Здесь нет ударения. Тягухи, кожаные рукавицы. Серянка, спичка. Ну, это я слышал здесь. Очахло, обсохло. Озорки, озороки. Или озороки, глаза. Кирябливая. В адрес женщины. Кирябливая. Неопрятная. Кирябливая. Куньба. Тмин. Кирябливая. Сарясина, дубина, разгон, веревка для невода, смунить раздергивать шерсть, печайник, захват для сковороды, зорко-ослепительно, на испашку косой удар, бережаться, насиловать себя работой, заметать, поставить сеть, убрежаться, хлопоты по хозяйству вечером, то есть хозяйка носит там доделать вечернее, заготовки на утро, бережаться. Вообще, убредить еще ботву, когда закапывают, тоже убредить называется. Убредить, вот закапаешь ботву от картошки, убредить, это бабка моя так говорит. Сколько я много в жизни пропустил. Видимо, я никогда этого не делал. Убредить вопрос. Не копал. Убредить вопрос. Не важно в доме там у нее. Убредить и убрежать. Я убрежала, но стояла у меня, что делала, чтоб я правильно все это делала. Ну это, короче, хлопоты по хозяйству, да? На видении, да. На видении, да. Убрать глазами. Убрять, убрять. Вирка. Ряд сетей. Вирка, когда ряд сетей. Умачка. Вот это есть и в Аснарвии, и в Ямахах. С рецептом. Это еда. Картофельный соус с салом и молоко. Амачка, да? Амачка. Типа, есть французский, а здесь местный соус. Берешь сало? Ну, белутки или бельмы в глазах. Белутки, бельмы. С журавицами. Ну все знают, что это такое, это клюква. А еще журавицами называли вот дети, когда бегают, и вот у них эти от сырости, вот эти журавиночки красные пятна, трещинки на ногах. И вот всегда родители кричали, ругали. Опять в журавицах пришел. Ну это к тому, что цвет ног был как клюква. Красненький, да, да, да. А журавиц это клюква, журавичник так оно и есть, это клюква. Забереги, или забереги. Лед у берега. Лед был когда открыт. Лухмоватый. Рассеянный. Оплеуха. Несильный лед. У бабок. Ну это под березовик. Походня. Шнур для установки сети подо льдом. Мура. Окрошка. Рецепт. Вода. Уксус или лимонная кислота. Хлеб, зеленый лук, яйцо. Мура. Мура. Скромная. Это это. Чуря. Чуря. Пасхаливая. Чуря, чуря. Это действительно мура. Пятры. Ну, Пятры. Сеновал. Сеновал. А вот есть слово, которое я не мог прочитать. Там копия фото. Подмоток. Подмоток? Подмоток? Подмоток это на Чудском озере, когда насекушу ловишь. Одна палка у тебя на чём леска, ты кивок. А вторая палка подмоток, когда начинаешь леску вытаскивать. А, класс. Всё понял. Чтобы быстрее вытащить, да? А, ну всё понял. Это геометрия, чтобы быстрее не на руку крутить. Да, да, да. Так вот чего-то угощать. Килоса. Килоса. Это куча снопов. Это куча снопы, да? Снопы, когда складывают килосу. Да. Снопов. Погалёшка. Ну, по-моему, где-то, наверное... Верх носка. Верх носка. Откуда видны эти самые... Цыпки. Носок там, погалёшка. Не цыпки, как ты говорила? Цыпки тоже, как журавицы. Журавицы видны. Да, журавицы, как и цыпки, одинаково. Мякушка. Хлеб пескурки. Мякушка. Мякушка. Извините. Густяха. Ну-ка. Кто в счастливые эстонские времена жил? Густяха. Что это за прелестное блюдо? Густяха. 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 Густях. Чуть проглядела, а потом как кирпич, наверное. Почти войны ели, да? Меху, чтобы не забrato. Да, пучей войны ели, да. Почти войны ели, да. Деницы, или денички. Это варежки. Это варежки. Это варежки. Псковский на рече. Вот это слово, это художественное просто, я думаю, только его с подготовкой. Крапустепа, крапустепальненькая, очень маленькая. Положить, вложить, что это такое? Положить. В-о-ло-жить. Во что-то положить, в смысле в еду? Масло в кашу, масло в кашу, вложить. Поволожить. А, поволожить. А, поволожить. Лалоки. Лалоки. Тесны. С мурной, мурой. Пелька. С мурной, в лодке до воды. Опорки. Сапоги без голенища. Опорец. Сеть тройная какая-то. Ямский, поэтому знаю. Вязанка. Жерстяная кофта. Барбрюдки. Двойной подбородок. Бермище. Барбрюдки. Бермище. Сыбучее место в болоте. Да. Гамаши. Ну, я понимаю. Туфли. 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 Туфли, баретки. Мужская обувь. Чуть повыше. Вот так, вот так. А Гамаша еще резиновая называет. Я пришлю тебе файл, ты это допишешь. Я соединю с предыдущим. У меня дома есть. Я не подумала взять с собой. А вот ты соединишь. Навирывать. Следующая книга будет словарь местных слов. Вот так, вязель или вязень. Грязь на дне реки. Загничать. Затапливать. Затапливать, растапливать в печь плиту. Рисуй. Закон. Сеть на бручах. Рисуй. Отудобил. А нет, оттуда бил. Вот видите, одарение неправильно, не понимает. Уже не понимает. Выздоровел, значит. Оттуда бил. Типа, что-то меня оттуда било. Ой, если ты замерзла. Я уже оттуда бил. Оттуда бил, значит, что я не выздоровел. А, бил уже не выздоровел. Вот еще. Прямизина. Это брюшина или бекон, нежирное мясо. Прямизина. Стрякава. Стрякава. Обстрякавился. Ну, знаете такое слово. Повадился или оповадился, зачастил. В гости. Повадился, это значит зачастил. Куршевина. Загревок. 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 Эва. Ну, это приток. Вот. Притиск. Груз. Здесь написано снег. Или... Притиск. Груз, да. Притиск. 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 Это бочки на крышку какой-то груз, который... Вот. По притиску, как говорили. Я понял. Да, мама говорила. Притиск надо... Ну, азоник, вы знаете, примерно 200 грамм водки. Так. Солощий. Солощий. Правильно. Всеятный коров или человек. Так. Перелекаться. Спорить, перелекаться. Пальшина. Пальшина. Это, кажется, кусок ткани. О, раньше было льденая ткань, кусок ткани, да. Пальшина. И последнее слово. Тифка. Пальшина, например. Тонкая веревка. Тифка. Тифка. Ну, это из ям. Это Коля, извините. Тифка. Тифка. Еще могу парочку добавить. У меня нет ручки. Смотрите, давайте. Так, ну, давайте. Допустим, тряпки. Тряпка. Знаете, что? Сначала дай ручку, а потом говори. А, на ручку. Тоже дали, спасибо. Как слово? Трепка. Крепка? Трепка. Т-т-т. Или трепки. Это лестница, вот ступенки. По трепкам. Мы заимствованы от эстонского языка. А кто знает слово пушники? Ступени, да ступени. А копли? Трепка. Мы пошли на копли. Копли. Это что значит? Это что значит? Это же от эстонского языка. Это покос, сенокос. Когда уже сено выкашено, вот эти территории грабят, идут, и вот на копли идут грабят. И как они называют? Ну, паспичи, это лекарство. Знаете, это копли, это значит покос или... Покос, покос. Просто покос. Покосы. Копля одна покос. Копля. А задубил? Замерз. Да, замерз. Это мы, естественно... Это что мне в голову сейчас пришло. Так, ну какие там еще слова у вас были? И коровы потом дали. Так, по-моему, титивка, веревка толчая, или тетивка, как? Тетивка. 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 Это тоже, думаю, как-то странное слово такое. Да, да, да. И копли еще и туда, после покоса, коров отправляли на... Коксы или на педорожье? Около чемпиона. Вот на скошенные покосы отправляли коров. Это тоже копли. Коров на коплю отправляли. Значит, тогда это правильно, скошенный покос. Скошенный покос. Правильно. Напишите вас. А копки это же? Нет, это разные вещи. А паспичи в литературе. Нет, на паспичи не косили. Нет, это коровы сами ели. Да, это разные вещи. А там, где косили, это косили. То есть, потом, да, коровы там могли, когда оттапы выросли. В туре города там.